Книга «Открытым оком», 2-й том, вопрос 814. «Как можно в настоящее время прожить в правде, если все вокруг врут на каждом шагу? Настолько лет коммунисты учили говорить и делать только то, что нам скажут. Вы сами говорите, что у нас в стране тройная психология. Одно думаем, другое говорим, а делаем совсем иное», – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Известно, что лжец должен иметь очень хорошую память, чтобы не попасться. Он всегда должен помнить, как он солгал и как в действительности обстоит дело. Ему нужно иметь две головы, независимых друг от друга. Всякая ложь смертельная, и она от дьявола. Прочтите в нашей книге «К истинному православию» главу «Спаси Господи от лжи». Для мирских людей не церковных Солженицын дает вполне выполнимый рецепт, который так и озаглавил «Жить не по лжи». Когда-то мы не смели и шепотом шелестеть. Теперь вот пишем и читаем сам из дат, а уже друг другу-то, садясь в курилках НИИ. От души нажалуемся, чего только они не накуролесят, куда только не тянут нас. И ненужное космическое хвостовство при разорении и бедности дома, и укреплении дальних диких режимов, и разжигании гражданских войн. И безрассудно вырасти Льмао Цзэдуна на наши средства. И нас же на него погонят, и придется идти, куда денешься. И сузят, кого хотят, и здоровый загонят в умалишенные. Все они, а мы бессильны. Уже до донышка доходят, уже всеобщая духовная гибель коснулась на всех нас. И физическое вот-вот запылает и сожжет и нас, и наших детей. А мы по-прежнему все улыбаемся и трусливо и лепечем косноязычно. А чем же мы помешаем? У нас нет силы. Мы так безнадежно расчеловечились, и что за сегодняшнюю скромную кормушку отдадим все принципы, душу свою, все усилия наших предков, все возможности для потомков, только бы не расстроить своего утлого существования. Не осталось у нас ни твердости, ни гордости, ни сердечного жара. Мы даже всеобщей атомной смерти не боимся, Третьей мировой войны не боимся, может, в щелочку спрячемся. И мы только боимся шагов гражданского мужества. Нам только бы не оторваться от стада, не сделать шага в одиночку, и вдруг оказаться без белых батонов, без газовой колонки, без московской прописки. Уж как добили нас на политкружках, так в нас и вросло. Удобно жить, на весь век хорошо, среда, социальные условия, из них не выскочишь, бытие определяет сознание. Мы-то при чем? Мы ничего не можем. А мы можем все. Но сами себе лжем, чтобы себя успокоить. Никакие не они во всем виноваты. Мы сами, только мы. Возразят. Но ведь действительно ничего не придумаешь. Нам заклепили рты. Нас не слушают, не спрашивают. Как же заставить их послушать нас? Переубедить их невозможно. Естественно, было бы их переизбрать. Но перевыборов не бывает в нашей стране. На Западе люди знают забастовки, демонстрации протеста. Но мы слишком забиты. Нам это страшно. Как это вдруг оказаться от работы? Как это вдруг выйти на улицу? Вы же другие, все же другие роковые пути, за последний век опробованные в горькой русской истории. Тем более, не для нас. И в правду не надо. Теперь, когда все топоры своего дорубились, когда все посеянное взошло, видим, видно нам, как заблудились, как зачатились те молодые, самонадеянные, кто думали террором, кровавым восстанием и гражданской войной, сделать страну справедливой и счастливой. Нет, спасибо, отцы просвещения. Теперь-то знаем мы, что гнусность методов расположится в гнусности результатов. Наши руки, да будут чистыми. Так круг замкнулся. И выхода действительно нет. И остается нам только бездейственно ждать. Вдруг случится что-нибудь само. Но никогда оно от нас не отлипнет само. Если все мы, все дни будем его признавать, прославлять и упрочнять, если не оттолкнемся хотя бы от самой чувствительной его точки. Когда насилие врывается в мирную людскую жизнь, его лицо пылает от самоуверенности. Оно так и на флаге несет и кричит. Я насилие. Разойдись, заступись, раздавлю. Но насилие быстро стареет. Немного лет. Оно уже не уверенно в себе. И чтобы держаться, чтобы выглядеть прилично, непременно вызывает себе в союзнике ложь. Ибо насилию нечем прикрыться, кроме лжи. А ложь может держаться только насилием. И не каждый, и не каждое плечо кладет насилие свою тяжелую лапу. Оно требует от нас только покорности, лжи, ежедневного участия во лжи и в этом вся верноподданность. И здесь-то лежит, пренебрегаемый нами, самый простой, самый доступный ключ к нашему освобождению. Личное неучастие во лжи. Пусть ложь все покрыло. Пусть ложь всем владеет. Но в самом малом упремся. Пусть владеет не через меня. И это прорез во многом кольце нашего бездействия. Самый легкий для нас и самый разрушительный для лжи. Ибо когда люди отшатываются от лжи, она просто перестает существовать. Как зараза. Она может существовать только на людях. Не прерывается, не созрели мы идти на площади и гомогласить правду, высказывать слух, что думаем. Не надо, это страшно. Но хоть откажемся творить то, что не думаем. Вот это и есть наш путь. Самый легкий, доступный при нашей проросшей органической трусости. Гораздо легче страшно выговорить гражданского неповиновения по Ганде. Наш путь ни в чем не поддерживает лжи сознательно. Осознав, где граница лжи, для каждого она еще по-разному видна. Отступиться от этой гангренной границы. Не подклевать мертвых косточек и тишуек. Идеологии. Не сшивать гнилого тряпья. И мы поражены будем. Как быстро и беспомощно ложь отпадет, и чему надлежит быть голым, то явится миру голым. И так через робость нашу пусть каждый выберет, остается ли он сознательно слугой лжи, о, разумеется, не по склонности, но для прокормления семьи или воспитания детей в духе лжи. Или пришла ему пора отряхнуть честным человеком, отряхнуться честным человеком, достойным уважения и детей своих, и современников. И с этого дня он впредь не напишет, не подпишет, не напечатает никаким способом ни единой фразы, искривляющие по его мнению правду. Такой фразой ни в частной беседе, ни многолюдной, ни выскажет, ни от себя, ни по шпаргалке, ни в роли агитатора, учителя, воспитателя, ни по театральной роли. Живописно, скульптурно, фотографически, технически, музыкально, не изобразит, не сопроводит, не протранслирует ни одной ложной мысли, ни одного искажения истины, которое различает. Не приведет ни у нас, ни письменно, ни одной руководящей цитаты из угождения для страховки, для успеха своей работы, если цитируемые мысли не разделяет полностью или она не относится точно сюда. Не даст принудить себя идти на демонстрацию, на митинг, если это против его желания и воли. Не возьмут в руки, не подымет транспаранта, лозунга которого, не разделяет полностью. Не поднимет голосующие руки за предложение, которым не сочувствует, искренне, не проголосует ни явно, ни тайно за лицо, которое считает недостойным или сомнительным. Не даст загнать себя на собрание, где ожидается принудительное, искаженное обсуждение вопроса. Тотчас покинет заседание, собрание, лекцию, спектакль, киносеанс, как только услышит от оратора ложь, идеологический взор или беззастенчивую пропаганду. Не подпишется и не купит в рознице такую газету или журнал, где информации, скажет, первосущные факты, скрываются. Мы перечислили, разумеется, не все возможные и необходимые уклонения от лжи, но тот, кто станет очищаться, взором очищенным, легко различит и другие случаи. Да, на первых порах выйдет неравно. Кому-то на время лишится работы, молодым, желающим жить по правде, это очень осложнит их молодую жизнь при начале, ведь и отвечаемые уроки набиты ложью. Надо выбирать. Ну и ни для кого, кто хочет быть честным, здесь не осталось лазейки. Никакой лжи, никому из нас, даже в самых безопасных технических науках не обмануть хотя хоть одного из названных шагов в сторону правды или в сторону лжи, в сторону духовной независимости или духовного лакейства. И тот, у кого достанет смелости, даже на защиту своей души, пусть не гордится своим передовыми взглядами, не кичится, что он академик или народный артист, заслуженный деятель или генерал, так пусть и скажет. Я быдло и трус, мне лишь бы сытно и тепло. Даже этот путь, самый умеренный из всех путей сопротивления для засидевшихся, нас будет нелегок. Но насколько же легче самосожжение или голодовки, пламя не охватит твоего туловища, глаза не лопнут от жары, и чей-то хлеб с чистой водой всегда найдется для твоей семьи. Переданный нами, преданный нам, обманутый нами, воистину великий народ Европы, чехословацкий, неужели не показал нам, как даже против танков выстаивает незащищенная грудь, если в ней достойное сердце. Это будет нелегкий путь, но самый легкий из возможных. Нелегкий выбор для тела, но единственный для души. Нелегкий путь, однако, есть уже у нас люди, даже десятки их, кто годами выдерживает все эти пункты, живет по правде. Итак, не первыми вступить на этот путь, а присоединиться. Тем легче и тем короче окажется всем нам этот путь, чем дружнее, чем гуще мы на него вступим. Будь нас тысячи, и не управиться ни с кем ничего поделать. Станут нас десятки тысяч, и мы не узнаем нашей страны. Если же струсим, то довольно жаловаться, что кто-то нам не дает дышать, это мы сами себе не даем. Прикнемся еще, подождем, а наши братья-биологи помогут приблизить чтение наших мыслей и переделку наших генов. Если в этом мы струсим, то мы ничтожны, безнадежны, и это к нам пушкинское презрение. К чему стадам дары свободы, наследствия их из рода в роды, ярмо с гримушками добичи, Солженицын, 1974 год. Я не хочу полуправды, я не хочу полуверы, я не хочу, чтобы с трудом сердце без песни отмерли. Если отдаться навеки, если любить, так все цело, так, чтобы пламенью жарким сердце победно горело. Я не хочу полуправды, жалких слепых рассуждений, я не хочу трепаться в сердце без сильных стремлений, я не хочу полуправды, ровный, холодный, бездушный, не хочу полусмерти, легкой, бесплодной, ненужной, пусть же в горниле страданий грешное я умирает. Смертью в сердце холодным новая жизнь воскреснет, я не хочу полуправды, я не хочу полуцели, позже порвутся все струны, лишь бы недаром звенели. Игнатий тихонеч лапкин.